Не помню, когда вернулся домой, ждет тебя в свои ряды. Если ты общительный и позитивный, как и сами ребята, нужна лишь сила 4200 и выше. 6 ударов на войне, ну и про Титанов 10-11 звезд не забывай. Если вступишь, станешь одним из тех, кто не помнит о том, когда перестал помнить, что пришел в Альянс, и стал помнить о всех, кто стал его частью. Тебя уже помнят, а, или не помнят. Исправь это и вступай в НКВД. Кунхен или Вибика в костюме? Кто из них лучше? Почему лучше один или другой? Почему Кунхен стал Кунименом, и кто же в конце концов универсальнее? На все эти вопросы ответы будут в этом видео. А мы начинаем. По доступности Кунимен приходится ГМом, а костюм Вибики и вовсе добывается только в окне призыва костюмов. Шансы поймать этих героев равны. Ммм, равны рандому. И перед их поимкой надо задуматься, а стоит ли оно того. Особенно в эру быстрых героев, когда медленные востребованы меньше всего. По ресурсам же все очень просто. Вы тратите либо 6 камзолов, либо 6 дротиков. В кого лучше вкинуть ресурсы решать только вам. Ведь в каком-то из этих цветов у вас может быть тот же самый дефицит ударников. И лучше качнуть его, а не второго пассивного героя в плане атаки. У обоих этих героев медленная мана и разогнать ее крайне сложно. Однако у Вибики есть огромные преимущества. За счет бонуса костюма, а также бонуса от эмблем на плюс 20, герой может стать быстрым. Правда, только при наличии отрядов на ману свыше 29 уровня. Все это позволит сделать Вивику той, кто может зарядиться с 9 камней по героям. При этом в пустоту ей по-прежнему нужно будет 5 камней. А учитывая тот факт, что герои делают почти идентичные вещи, Вивика будет желаннее. У Вивики отхил выше на 2%, а также срез защиты выше на 10%. Но при этом мадама из Хогвартса стала диспейлером в костюме. А Кунимен по-прежнему может снять негативные эффекты с вашей команды. Но у Кунимена есть два преимущества. Это связь стихии против желтых героев, а также иммунитет, не позволяющий сделать обычный срез брони. Срезать можно только стихийными бронерезами. В совокупности оба героя полезны по-своему, и если брать во внимание только отхил, то лучше них окажется даже обычный регард без костюма, но с 23-м отрядом на ману. А вот нужен вам герой с иммунитетом, либо один из немногих диспейлеров игры, а уж тем более хил, решать только вам. Но мое мнение, что и тут выиграла Вивика. Вся сложность заключается исключительно в возможности ускорить героя. Если у вас есть такая возможность, конечно же, чем быстрее будет набор маны, тем лучше будет проявлять себя герой. Другого просто не дано. Вивика более атакующий герой. Во-первых, атак с руки больше, а во-вторых, уже обсужденный нами диспейл героя. В то время как Кунимен проигрывает довольно много по атаке, но выигрывает по броне. Причем, благодаря иммунитету, эту самую броню обычным срезом не уберешь. В атаке же, чем больше атаку у героя, тем лучше, ведь урон с камней будет выше и выше. В этом показателе Кунимен тоже проиграл схватку за атакующего героя. Церковник, способный проигнорировать блокировку маны, или Колдун, способный затормозить регион маны в два раза. Очевидного верного ответа нет, оба класса хороши по-своему. Поэтому и выделить другой класс, ну никак нельзя. Однако есть одно общее между ними, это эмблемы класса Церковник. Ведь, чтобы прокачать Вивику в костюме, на ее обычную версию нужно вешать именно эти эмблемы. Вивика стала недостающим топовым фрагментом в желтом цвете на Титане и Событиях. Стандартного резчика брони очень не хватало. Однако у Вивики есть и еще одно большое преимущество. А именно, в любой удобный вам момент вы можете поменять ее. Нужен бронерез? Ваш выбор костюм. Нужен хил? Ваш выбор, обычная версия Вивики. Бонусы от костюма работают все равно. Хоть и при кривой прокачке героя. Если вы качали Вивику по веткам костюма. На универсальность повлияла и возможность ускорить героя до почти быстрого. Да, эти условия ничуть не легкие. Однако они есть, в отличие от Куни Мэна. Который не сможет стать быстрым по набору маны на данный момент. Без использования героев, кто накладывает баф или связь стихий на реген маны. Именно поэтому по всем пунктам универсальности Кунхен проиграл. Конечно же выбирать кого качать нужно исходя из своих ресурсов, а также других героев в этом цвете. Нужно выбирать героя, которым вы будете постоянно пользоваться и на кого ресурсы не уйдут в помойку. У меня допустим тот же самый Куни Мэна шел гулять очень далеко из песней. И будь у меня возможность вернуть ресурсы, я бы сделал это не задумываясь. Другое дело, когда у вас просто нет выбора и вы качаете всех подряд своих героев. Тех, кто у вас есть в наличии. Но это видео сравнение и думаю тут очевидно, за счет ускорения маны, уникальности навыка и вариаций использования победила Вивика. Если видео помогло тебе, поставь палец вверх, оформь подписку на канал и не забудь оставить свой коммент. Мне будет интересно узнать и ваше мнение про этих двух виновников торжества. Спасибо за просмотр, дальше интереснее, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok